Это Катя. Она красивая. У нас Катя работала аналитиком, но для меня это первая настоящая модель плюс сайз. Катя попросила меня расширить в поясе ее теплую юбку. Юбка простая, а силуэт с карманами и несовмещенным рисунком по заднему шву. Сначала мы хотели отделаться малой кровью и просто вставить сбоку клин, но потом договорились, что это будет юбка-карандаш с запахом. Катя на эту авантюру согласилась. Сначала все пробуем на макете. Первый этап – просто юбка. Показываю, как я корректировала макет после первой примерки. Тут я ошиблась с балансом. Потом наметила запах на детали переда. Вот он по синей линии. По пунктирной будет линия внутренней части запаха. Это вторая примерка. В итоге, разрез на ноге мы с Катей уменьшили, чтобы было удобнее сидеть. И теперь я распарываю, наконец, юбку. Получилось три хорошие детали и пояс. Но учитывая, что на задних половинках нужно было подгонять клетку, детали я все-таки наращивала. Благо, что клетка позволяет это сделать незаметно. В конце я покажу, что получилось. Это лекало верхней части запаха. Оно по определению длиннее исходной детали юбки. И вот как я ее удлиняю. Я продублировала стерляжи, завнестила клетку и прострочила. Потом подобрала компаньон на внутреннюю часть запаха. Это искусственная кожа с эффектом стретч и замшевой изнанкой. Получилось неплохо. Юбка собрана на первую примерку. После первой примерки заднюю часть юбки я все-таки решила удлинить. Еще мы чуть-чуть заузили юбку в боковых швах, чтобы она была еще больше по фигуре. Это мы тестируем, как в такой зауженной юбке ходить. Ходить можно. И еще одну выточку на кожаной вставке, она под запахом, я переделала в защип, чтобы с лица меньше тянуло. А это уже исправленный вариант. Так, на мой взгляд, смотрится лучше. И в целом о юбке. Она полностью закрыта подкладкой. Одна часть запаха внутренней у нее из искусственной кожи. Задние половинки перед запаха из родной ткани. Детали из искусственной кожи вшиты в боковой шов, поэтому запах не расходится так сильно. Край детали я продублировала и проклеила двусторонним скотчем. Под запахом на детали из искусственной кожи защип. На задних половинках вытачки пояс на двух крючках. Внутренняя часть пояса обработана косой бейкой. Я пришила петли для подвешивания и вставила на всю длину пояса резинку с перфорацией, чтобы регулировать его длину. А вот это шов, который остался после наращивания детали запаха. Его видно лишь при внимательном ближайшем рассмотрении. Издалека нет. И, наконец, первый тест-драйв готовой юбки. Катя идет в кофейню. Стоит. Поднимается по лестнице. Все неплохо. А вот сидя в боковом шве появляется натяжение. Там, где кожаная деталь соединяется со швом. Я это место распорола, подняла соединение чуть выше и натяжение пропало. Работы, в принципе, оказалось немало, но зато у нас получилось сохранить любимую вещь Кати, сделать юбку актуальнее, а Катю в ней еще выразительнее.